Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем нашу тему, связанную с государственным переворотом и его местом в социальном развитии. И в первой передаче мы с вами говорили о соотношении социального и государственного переворотов. Сегодня нам предстоит выяснить в рамках данной темы, что такое государственный переворот и каковы его разновидности. В этой передаче будет идти речь о степени исследованности государственного переворота как социального явления, о сущности и содержании государственного переворота и о его типологии. Итак, перейдем к нашему сегодняшнему разговору. Исследованность государственного переворота как социального явления. Надо сказать, что в этой исследовательности можно проследить несколько этапов. Ну, как обычно, античный этап, этап возрождения и нового времени, средневековья, ну и так далее. Начнем, конечно, с античности. Еще Аристотель классифицировал в своей работе политика на примере тогдашней жизни государственные перевороты, отмечая, что целью таких действий обычно является либо низвержение существующей конституции, либо ее частичное изменение в сторону усиления или ослабления демократического строя. Надо сказать, что Аристотель выдвигал идею некоего срединного общественного строя. То есть, такой строй он называл полития. И полития, по его мнению, лишена крайностей и недостатков как демократии, так и олигархии. Ну, в позднее средневековье и в эпоху Ренессанса Никола Маккиавелли и Габриэль Ноде, в отличие от Аристотеля, рассматривали государственный переворот чисто утилитарно, как особую политическую технологию, о которой следует знать каждому правителю. Ну, вот перед вами Никола Маккиавелли, итальянский мыслитель, писатель и политический деятель. Он предпринял первую попытку дать государственному перевороту научное обоснование. Разработал целую стратегию и тактику захвата власти. Выступал сторонником сильной государственной власти, для укрепления которой допускал применение любых средств. Ну, смотрите его труд «Государь». Он, конечно, одновременно и автор военно-теоретических трудов. Высказал идею о всеобщей воинской обязанности в таком своем трактате, как «О военном искусстве». Призывал к переходу от наемной к набираемой по призыву из граждан государства армии. А вот и Габриэль Ноде. Фигура весьма своеобразная. Это французский ученый-этиолог 17 века, книговед и библиотекарь, публицист, профессор медицины, придворный врач Людовика XIII, директор Королевской библиотеки, библиотекарь Ришелье и Мазарини, друг крупнейшего философа-материалиста Гассенди. Вот как раз именно он в своем труде «Политические соображения о государственном перевороте» впервые ввел в научный оборот само понятие «государственного переворота» по-французски «coup d'étant». Ноде оправдывал право государя в случае необходимости, в экстремальных условиях, прибегать к насилию для удержания своей власти. Он показал, как завоевывается, удерживается и теряется королевская власть. Однако двинемся дальше. В российской истории для обозначения периода с 1725 по 1762 год чаще применяется распространенный термин «эпоха дворцовых переворотов». В условиях концентрации абсолютной власти при царском дворе и отсутствии совершеннолетних прямых наследников по мужской линии в России происходила постоянная подковерная борьба различных групп влияния в среде аристократии, порождавшая вот эти вот заговоры и перевороты. Но последним крупным дворцовым переворотом можно считать убийство в марте 1801 года непопулярного в дворянской среде Павла I группой гвардейских офицеров. Но это уже тема для наших последующих передач. Что же происходило в новое время? В новое время появляется термин «ползучий государственный переворот», когда нелегитимная смена власти происходит не в одночасье, а в результате многоходовых политических махинаций. В любом случае достигается цель легитимации новой власти, которая пытается всячески откреститься от обвинений в узурпаторстве и представить себя защитницей истинной демократии против ее врагов. Это связано с тем, что природа государственных переворотов претерпела некоторые изменения. Ну, классическим считается переворот 18 брюмера 1799 года, когда Наполеон Бонапарт сверг директорию и пришел к власти во главе Временного правительства. Изменения же Конституции и политического строя осуществляются при сохранении старых правовых форм или постепенном создании новой параллельной Конституции. Вот это и есть ползучий государственный переворот. Далее. В 20 веке теория государственного переворота разрабатывалась в работах классиков марксизма-ленинизма, став частью их революционной стратегии. А за рубежом большое внимание исследователей, таких как Курцео, Малапарте и Эдвард Лютвак, привлекала техническая сторона государственных переворотов. Изучение механизма государственного переворота долгое время было невозможным, поскольку государство и спецслужбы строго сохраняли монополию на изучение данной темы. Но в 30-х годах 20 века итальянец Курцео Малапарте нарушил это табу. Он внес наибольший вклад в сравнительно историческое изучение техники переворота в своей книге «Техника государственного переворота», которая вышла в 1931 году. Вот перед вами ее автор. Как вы видите, Курцео Малапарте – это псевдоним итальянца с немецким именем Курт Эрих Зуккерт. Это итальянский писатель, журналист и кинорежиссер. Надо сказать, что этот человек был авантюрного склада и анархист по убеждениям. Малапарте всегда и во всем любил идти поперек сложившегося порядка. Ну, с 1925 года он печатался под своим новым псевдонимом. Причем Малапарте – это фамилия означает буквально «худая доля». И придумана она в противоположность Бонапарту, чья фамилия в переводе означает «хорошая доля». Малапарте говорил «он кончил плохо, а я кончу хорошо». Ну, и действительно, все коллизии и перипетия его жизни говорят именно об этом. Он умер своей смертью. Причем на смертном адре принял католичество. А свою знаменитую виллу на капре завещал китайскому правительству. Ну, его книга стала первой, которая рассматривала переворот как искусство. И подробно, проводя исторические параллели, исследовала технику переворота. В ней Малапарте доказывал, что в современном массовом обществе в условиях социального кризиса сложная забюрократизированная инфраструктура государственного управления упрощает захват политическим меньшинством при умелом использовании специальной технологии переворота. Захват, конечно, власти. Заслуга Малапарте в создании совершенно новой теории государственного переворота, сохранившей актуальность и до настоящего времени. А в дальнейшем, уже в 70-х годах, этой проблемой занимался Эдвард Лютвак. Вот перед вами как раз этот человек, Эдвард Николай Лютвак. Это американский историк, ныне еще здравствующий. Специалист по вопросам международных отношений, истории военных конфликтов и стратегии действий вооруженных сил. Одновременно он является политическим консультантом Совета по национальной безопасности, Госдепартамента и Министерства обороны США. А с прошлого года это старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Ему как раз принадлежит изданная еще в 1968 году книга «Государственный переворот. Практическое пособие». Эта книга исследует основания и причины условий, стратегии планирования и проведения государственных переворотов. Что же мы имеем в современных условиях? А в современных условиях технологический подход в изучении проблемы государственного переворота В прямой постановке развивают в нашей стране Максим Петров и Олег Глазунов, а за рубежом Давид Хэтбич и Кен Коннор. Вот в частности книга Петрова «Механизмы государственных переворотов». Эта книга не самоучитель для заговорщиков. В ней рассмотрены наиболее общие элементы стратегии и тактики государственных переворотов различного типа, имевших место в 20 веке. Описаны типичные приемы и средства, использовавшиеся группировками, осуществлявшими эти акции. Ну а, скажем, книга Олега Глазунова называется «Государственный переворот. Стратегия и технологии». Вот в ней он на богатом фактическом материале исследует теорию государственных переворотов, мирных и военных противостояний, бархатных, оранжевых и других революций, анализирует основные формы и методы захвата власти. Наконец, автор раскрывает тайны технического процесса выработки стратегии и тактики проведения переворотов, анализирует механизмы различных противостояний и сопутствующих государственному перевороту процессов, ну, таких как политические или экономические преобразования, информационно-пропагандистские технологии, ну и так далее. Причем, самое интересное, он старается это делать вне политических оценок этих преобразований. Наконец, книга зарубежная Хэдбиджа и Конора «Как подготавливать и осуществлять военный переворот. От планирования к проведению». Вот, по их мнению, переворот остается наиболее распространенной формой смены власти во всем мире. Поэтому авторы исследуют как успешные, так и неудачные попытки переворота в 20 веке. Для того, чтобы показать нам с вами, что же предпринимается в них для того, чтобы быстро и законно свергнуть правительство. Авторы анализируют вот эти все акты насилия и часто кровавое присвоение власти наряду с политическими, военными и социальными условиями, из которых эти акты насилия возникают, принимая во внимание такие факторы, как сроки, контроль над средствами массовой информации, поддержку населения, а также организационную структуру правительства. Такова исследованность проблемы государственного переворота. В самых, конечно, общих чертах. В чем же сущность его и содержания? Итак, сущность и содержание государственного переворота. Сущностные признаки государственного переворота следующие. Это прежде всего неспровержение старой и установление новой власти. Далее, это внезапность. Далее, это нелегитимность, то есть неконституционность. Отсутствие правовой основы. Затем, это организованность и насильственный характер. Вот исходя из этих сущностных признаков, мы можем дать определение тому, что же такое государственный переворот. Итак, государственный переворот – это внезапная, нелегитимная смена или даже захват власти в государстве, осуществленная, организованная и, как правило, насильственным путем. Когда мы с вами рассмотрели сущностные признаки, то есть родовые характеристики такого явления, как государственный переворот, и на этой основе сформулировали определение данному явлению, конечно, теперь самый раз нам с вами раскрыть, а каковы же характерные черты осуществления государственного переворота. Итак, характерными чертами государственного переворота, его осуществления выступают следующие. Он может осуществляться под руководством организованной группы либо одной или нескольких политических партий, не способных добиться власти иным, демократическим путем, то есть через выборы, или из-за отсутствия выборов. Далее, по своему содержанию государственный переворот может выступать как узурпация одной ветвью власти, обычно исполнительной, всех властных полномочий в стране. Ну, имеется в виду, конечно, прекращение деятельности органа представительной власти, если оно принимает формы, не прописанные в Конституции государства. Ну, так вот, например, действия первого президента России в отношении Верховного Совета России осенью 1993 года, Верховный Орган Власти в Российской Федерации, то есть Съезд Народных Депутатов в то время, квалифицировал как государственный переворот. Многие юристы, включая и председателя Конституционного Суда Зорькина, политолога, многие политологи, историки и государственные деятели соглашались с этой оценкой. Однако вернемся к характеристике, к чертам вот осуществления государственного переворота. Вот он зачастую принимает форму военного переворота, или путча, когда политическое управление в стране переходит к представителям вооруженных сил, в результате заговора и осуществляется в большинстве случаев с привлечением ограниченного контингента войск. Он чреват кровопролитием, хотя бывает и бескровным, может осуществляться военными или гражданскими силами. От понятия государственного переворота следует, конечно, отличать понятие революция, восстание, бунт, мятеж, путч. Развивая сказанное о революции в прошлой нашей с вами передаче, следует подчеркнуть, что социальные революции приводят к смене социально-экономического строя, а вот политические революции к замене одного политического режима другим без изменения строя. И под этим углом зрения важно провести различия между государственным переворотом, в собственном смысле этого слова, и революцией. Вот давайте это попробуем сделать. Итак, отличие государственного переворота от революции. Прежде всего, это отличие сводится к тому, что отсутствует массовое социальное движение в государственном перевороте. Далее. Он не предполагает радикального изменения социальных и экономических основ. Вся его цель может сводиться к иному составу правящей группы. Затем. Революция совершается в результате протестных действий и в интересах значительной группы людей, составляющих существенную часть населения страны, и приводит к радикальной смене политического режима, что не является обязательным, допустим, условием для самого переворота. И вот, когда мы с вами провели различия государственного переворота и революции, теперь мы с вами можем подойти к тому, чтобы раскрыть, в каких же формах может осуществляться государственный переворот. Итак, вот одна из них. Это восстание. Оно есть открытое массовое выступление против государственной власти. И, конечно, наиболее важным видом восстания является вооруженное восстание. А сами участники восстания именуются обычно повстанцами. А вот восстание, в котором принимает участие большинство населения, называется народным восстанием. Надо сказать, что в этой связи есть еще и термин «пацификация». То есть, от латинского «умиротворение». Это насильственное усмирение, восстание, народного возмущения или национально-освободительного движения. Следующей формой мы считаем бунт. Бунт – это стихийное массовое несогласие и неприемлемость народам существующего порядка правления, выражающегося в физической и, как правило, кровавой форме. Далее. Мятеж. Это групповое вооруженное сопротивление существующему социально-экономическому порядку или властям. Само слово «мятеж» употребляется, как правило, для обозначения безуспешного сопротивления властям. И, наконец, «путч». Это авантюристическая попытка группы заговорщиков совершить государственный переворот. Само немецкое слово «путч» вошло в употребление после неудачных попыток государственного переворота в Германии. Ну, вспомним, «капповский путь» 1920 года, «пивной путь» Гитлера в 1923 году, ну и прочее. Часто под «путчем» понимается консервативный или праворадикальный мятеж или государственный переворот. Ну, а в современном слове «употребление» это слово звучит серко выраженным негативным оттенком. Сами нацисты, коммунисты и либералы нередко называли своих врагов «путчистами», тогда как собственные аналогичные действия предпочитают именовать революциями. Ну, например, декабрьское восстание 1905 года в России Макс Вебер назвал «путчем», а «пивной путь» Гитлер называл национальной революцией. Однако, как замечают исследователи, это понятие имеет оценочный характер и применяется в основном к попыткам захвата власти, причем попыткам, дискредитированным в общественном мнении. К ряду событий термин «путь» применялся одной из сторон, вовлеченных в конфликт. Однако, в кругу историков не прижился. Конечно же, государственный переворот или попытка его есть показатель существующей нестабильности, перекосов во внутреннем развитии общества. Он говорит о слабости демократических институтов и не развитости гражданского общества, а не отлаженности механизмов передачи власти законным путем. И в целом история показывает, что даже удачный государственный переворот, как правило, чреват долгосрочными негативными последствиями для всего общества. Наконец, последнее, что мы с вами могли бы сегодня рассмотреть, это типология государственного переворота. Естественно, государственные перевороты могут быть нами разделены на перевороты с участием большого количества народных масс, то есть это, можно сказать, революции. Это перевороты с участием небольшого числа участников из приближенных к главе государства, ну, допустим, дворцовые перевороты или путчи. Наконец, перевороты с участием небольшого числа участников из неприближенных к главе государства, допустим, покушения. Наконец, перевороты в результате внешней экспансии. Продолжение следует... А на сегодня мы с вами передачу завершаем. Всего вам доброго. До новых встреч.